Приветствую вас. Я думаю, что ответить на ваш вопрос вам можно через два элемента, через два аспекта, которые я хотел бы раскрыть вам. Значит, момент первый. Вам необходимо подумать о том, для чего вас унижают те, кто с вами служит. То есть, зачем они вас унижают? Для чего они это делают? Какую цель преследуют? Унижают вас. Ведь им же это для чего-то нужно, да? Им же это с какой-то целью необходимо вас унижать. Вот. Соответственно, нужно как раз таки вот и понять вам, что хотят эти люди, в чем они нуждаются. То есть, какая у них потребность для того, чтобы вас унижать. И нужно лишить их возможности через вас это получается. Допустим, допустим, люди унижают вас по той простой причине, что нужно выплескивать куда-то свой негатив, и чувствовать себя, например, ну, допустим, допустим, достаточно значимыми, достаточно какими-то, может быть, целостными, да, ценными. Для себя. Вот. И, соответственно, если вы лишите их возможности это получать, да, то есть, если вы, например, будете смеяться вместе с ними над собой, соглашаться с ними и так далее, то им будет неинтересно. Им будет неинтересно вас как-то унижать, им будет неинтересно вас как-то подавлять. Вот. Все это им будет неинтересно. И надмечки прекратятся. Вот. Но, с другой стороны, вам нужно себе ответить на вопрос. Зачем я, для чего я веду себя так, как я веду? То есть, почему меня задевают? То есть, меня унижают. Грубо говоря, что конкретно мне не нравится в том, что мне говорят, что меня напрягает. Вот. Это важный момент, если мы хотим понять, что с вами происходит. То есть, вам нужно, с одной стороны, менять свое поведение, а с другой стороны, необходимо, чтобы вы меняли свое отношение к себе. И для этого, для этого, я полагаю, что вполне закономерно, да, вполне закономерно, будет, если вы, подумайте, что для вас значит уважение, о котором вы говорите. То есть, будет здорово, если вы вот этот момент для себя обязательно определите, почему вам так важно уважение. Вот. То есть, по какой причине вы зависимы вот так от мнения других людей, да? Что вас это волнует, тревозит, беспокоит и так далее. Следующий важный момент, это, конечно, момент такой, что вы, как вы говорите, начинаете тупить, начали тупить. Ну, это, не совсем понятно, что это значит, что вы начали тупить. Что-то произошло, что-то случилось, что вы изменили свою модель поведения. На мой взгляд, это тоже очень важно и значит, необходимо, чтобы вы разобрали все с этим. То есть, что случилось, что произошло. Вполне возможно, что люди просто хотят вас как-то взбодрить, да? Как-то взбодрить, как-то направить. То есть, чтобы вы вспомнили, какой вы были. Чтобы вы вспомнили, что вы из себя представляете, да? Чтобы вы вспомнили, какой вы человек. Вот. То есть, люди пытаются вас так направить, специально подказывать вас, чтобы вы вернулись. Ведь вас привыкли видеть таки и хуже, естественно, не воспринимают. Что, в общем, нормально. Вот. Поэтому я полагаю, что нужно вот на это тоже обратить внимание. Вы пишите, помогите, что мне делать. Значит, вам необходимо ответить на вопрос. Вопрос первый. Что делать, чтобы что? Что? И как вам помочь? То есть, как вы видите помощь себе? Не зная вашей истории, не зная вашей ситуации, не зная ваших особенностей, индивидуальных черт, ну, на мой взгляд, помочь вам достаточно затруднительно. Вот. Потому что непонятно, с чем мы имеем дело. Непонятно, с чем мы столкнулись. Здесь. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. И, скажу,reseорим. Продолжение следует...